Орбан поддержал правящую партию Грузии, несмотря на обвинения в фальсификации выборов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник поддержал правящую партию Грузии, заявив, что ее победа на парламентских выборах была свободной и демократичной, несмотря на массовые протесты оппозиции, которая утверждает, что результаты голосования сфальсифицированы. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на ЭПИ. Орбан стал первым иностранным лидером, посетившим Грузию после субботних выборов, на которых, по данным избирательной комиссии страны, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии и оппозиция заявили, что выборы были украдены с помощью России. По их словам, имели место широкомасштабная фальсификация выборов и насилия. ИС и США призвали к проведению расследования. Однако Орбан дал иную оценку после встречи со своим коллегой, премьер-министром Ираклием Кабахидзе, поздравив его с победой его партии «Грузинская мечта». «Я смотрю на дебаты, разгоревшиеся вокруг выборов, читаю оценки международных организаций и вижу, что никто не осмеливается усомниться в том, что эти выборы были свободным и демократическим выбором», — сказал Орбан. По его словам, и оппозиция, и правящая партия в Грузии привержены европейской интеграции. «Проводя проевропейскую политику, вы не позволили своей стране стать второй Украиной», — заявил Орбан, призвав Кабахидзе, игнорировать любую критику по поводу выборов. Выборы в Грузии. Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Экзитполы после закрытия избирательных участков дали противоположные результаты. Оппозиционные партии заявили о непризнании результатов выборов. Некоторые заговорили о подготовке уличных акций протеста. Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии. Больше о том, как Запад реагирует на выборы в Грузии, в материале РБК «Украина».